Всем привет, это Денис Фрост и вы смотрите выпуск про новости мира электронной сцены. Apple Music усиливает борьбу с читерами. В целях борьбы с накруткой прослушиваний треков Apple Music ввела новую политику наказаний для хулиганов. Apple начала ежедневно отправлять лейблам и диссибьюторам отчеты с описанием альбомов, потоки которых были задержаны или находятся под присмотром. Дело в том, что искусственное создание количества воспроизведений влечет за собой получение роялти, вознаграждений, а также попадания в чарты и, естественно, популярность. Это может быть сделано различными способами, например, с помощью алгоритма для ботов или создания фальшивых аккаунтов. После того, как Apple Music понимает, что не все чисто, ресурс удаляет весь накрученный поток, а сам трек из чарта или плейлиста, но не из библиотеки. Платформа очень серьезно относится к подобным манипуляциям. В Apple Music работает большая команда, которая постоянно что-то подозревает и расследует. Наказания включают в себя даже аннулирование учетки, удаление контента, расторжение диссибьюторских соглашений и финансовые корректировки. Такие меры сократили мошенничество уже на 30%. Apple Music утверждает, что плюс-минус 0,3% всех потоков на ее платформе остались фейком, Spotify подключились к движухе и заявили об 1%, а Deezer признался в 7%. Однако стоит отметить, что рекламные интеграции остаются в рамках дозволенного. SoundCloud выставили на продажу. В 2017 году американский банк The Rain Group и сингапурский фонд Temasek Holdings инвестировали в SoundCloud 170 миллионов долларов. Реальность не оправдала их ожидания, так что партнеры решили продать свои активы примерно за 1 миллиард. В 2017 году SoundCloud тонул в долгах и стремительно шел на дно неопределенного будущего, так что новые инвесторы буквально кинули спасательный круг. А в 2020-м Sirius XM подогрел ребят еще на 75 миллионов. Генеральный директор Элиас Эттоне укрепил финансовое положение, хотя на увольнение это никак не повлияло. В 2022-м штат сократили на 20% и на 8 годом позже. Валовая прибыль SoundCloud в первом квартале 2023 года составила плюс-минус 22 миллиона, однако пришлось потратить 4 на маркетинг и еще 23 на персонал и расходы. Выходит, что 5 миллионов долларов не хватило, чтобы выйти в плюс. Опытные юзеры хорошо знают, в какую сторону меняется ресурс. По моему мнению, за последние 10 лет он стал лучше и полезнее для продюсеров и диджеев. Вот бы только систему поиска причесать. С момента запуска в 2007 году SoundCloud разместил 320 миллионов треков от 40 миллионов исполнителей. А то и больше уже на момент, когда вы смотрите это видео. Кстати, компания родилась в Берлине. Диджей Теннис запустил кулинарное шоу. Американский диджей итальянского происхождения решил разбавить свою яркую карьеру кулинарными видео в инсте под названием Мунчи Таун. Естественно, как настоящий итальянец он начал с пасты Алла Ван Голи. Зная я одну известную актрису Сашу Грей, она тоже сменила свой рабочий стол на кухонный. ТикТок способствует популярности музыки. 21 ноября 2023 года компания ТикТок опубликовала результаты исследований, в котором говорится о способности стимулировать к поиску новой музыки. ТикТок щедро одаривает статистикой своих юзеров. Лайки, просмотры и репосты способствуют объемам потокового вещания. Именно поэтому лейблы заставляют своих артистов бесконечно постить. Анализ исследования показал, что американские тиктокеры в два раза чаще открывают для себя новую музыку с помощью коротких видео, чем среднестатистический юзер в других соцсетях и видеоплатформах. Вот где зарождаются тренды. Все это могло бы начаться еще и в 2019 году, но артисты опасались, что их будут несерьезно воспринимать. И только в конце 2023 года господство ТикТок в музыкальной индустрии было наконец-то доказано. Крупные лейблы уже умудряются находить для себя новых артистов и подписывать с ними контракты. Что бы маркетологи ни делали, но полностью контролировать виральный контент они по-прежнему не могут. Ни проплаченными блогерами, ни таргетом, ни молитвами. Более того, те песни, которые становятся вирусными, далеко не всегда попадают в чарты стримингов и едва набирают хоть какое-то количество прослушиваний. Получается, что визуальный ряд очень тесно связан с музыкой. На заметку тем, кто делает вечеринки. Исследование не раскрывает секретов, но подтверждает коммерческий потенциал. 38% пользователей из США ходили на концерты за 2023 год, а 62% регулярно платят за подписку на стримингах. Это говорит о том, что эти люди сильно вовлечены в музыкальную экосистему. А еще почти половина американцев слушает музыку не только на английском языке. В музыкальной индустрии существует опасение, что пользователи настолько рассеяны, что не могут перейти на потоковый сервис, чтобы сохранить там новый трек. 14 ноября 2023 года TikTok запустил новую фичу для пользователей США и Великобритании, которая позволяет сохранять музыку сразу в плейлисты Amazon Music, Spotify и Apple Music. Ну что тут понятно? Пользоваться современными инструментами надо обязательно. И не только TikTok. Обнадеживает еще то, что у малоизвестного начинающего музыканта шансов выстрелить может быть ровно столько же, сколько и у очень влиятельного медиахолдинга. Студийные беспроводные мониторы. Датская компания IAI расширила линейку своих продуктов с технологией W Plus Link, выпустив Unit 4. По заявлению инженеров, мониторы обладают сверхнизкой задержкой 16 мс и более чем 20-часовым временем работы от аккумулятора. Плюс есть разъем для питания от сети. Компактные, мобильные, весит колонка 2,5 кг, а изготовлена на 100% из переработанного пластика. Полезно. Те, кто пользуется wireless акустикой, возможно, замечали, что такая система как будто бы не сразу реагирует на нажатие кнопок плеера. В быту мы на это не обращаем внимания, но если начинать играть DJ-сет или пытаемся записать инструмент на лету, то задержка очень сильно сбивает работу. К характеристикам. Это двухполосный активный монитор с 4-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым твиттером с шелковым куполом, который звучит от 3 кГц. Корпус басового рефлекса изготовлен из жесткого переработанного пластика, что минимализирует резонанс и окраску звука. Продумано звучание низких частот вплоть до 40 Гц, значит бас хоть какой-никакой они дать могут. Конечно же, если будут стоять в правильном месте. Номинальная непрерывная мощность для пары 30 Вт, хотя в пике могут дать все 80. Выходные разъемы на мини-джек и балансный джек. На момент записи видео в Европе эту пару можно купить за 800 евро. А теперь главный вопрос. Нужны ли вам беспроводные колонки в студию? Новые вертушки от Technics. Виниловый проигрыватель Technics SL1200GR2 и SL1210GR2 обладают более тихим источником питания, а управление приводом стало еще плавнее, что приведет к минимальной вибрации на блине. Посмотрев технические характеристики, я понял, что существенное отличие моделей – это цвет. Это первое обновление линейки SL с момента выхода 1200MK7 в 2019 году. Вертушка имеет железный двигатель с прямым приводом, сигнал которого управляет сложная система модуляции Delta Sigma. Технология Technics производит идеальную синусоидальную волну для снижения вибраций в двигателе. Другими словами, двигатель модернизировали. Скорость звучания музыки почти постоянная. Кто играл и играет на пластинках, знают о проблеме плавающего BPM. Проработали устойчивость к внешним вибрациям за счет жесткого двухслойного корпуса и силиконовых изоляторов. Хоть и рано еще говорить о танцах на столе, но про салфетки под ножками можно уже постепенно забывать. Дизайнеры чуть обновили эстетику черным тонармом, серебряными элементами на корпусе и кнопками. Весит чудо почти 12 кг. Не обошлось без пользы для природы. Из упаковки убрали полистирол в пользу картона. Ну прям эстетический нокаут. Очень важный момент, который стоит учитывать, когда выбираете виниловый вертак. Производитель Technics не стремится добавить новые функции в модели. Функция одна – это проигрывание пластинки. Каждый раз инженеры отдают акцент на улучшение качества звука и работу двигателя. Это самое важное. Это то, почему Technics для диджеев – один из самых востребованных брендов уже много десятилетий. Сейчас в Штатах модели можно купить за 2200 долларов. Новые треки от Justice, а может и целый альбом. 1 и 17 января французы поделились коротким видео в своей инсте. Под одним подписали «С Новым Годом», а под другим «One Night All Night». И больше ничего. Рейверы не выпускали треков с 2016 года, что еще больше подогревает интерес к новинкам. Кто бы что ни говорил, эти ребята по-прежнему восхищают. И на этой весьма музыкальной ноте я с вами прощаюсь. Это был Денис Фрост с выпуском «Про новости». Мы еще увидимся.